Мы немецкая группа. И сегодня мы расскажем вам про языковую вариативность. Да, действительно, один и тот же язык может звучать очень по-разному. Языковые варианты различаются между собой составом языковых средств, социальным статусом, а также характером и степенью нормирования. Использование допускаемых норм и вариантов может зависеть от условий речи, от стиля, жанра, степени внимательности говорящего к собственной речи, официальности или неофициальности обстановки. Одни и те же носители языка могут выбирать разные варианты в зависимости от указанных условий. Например, общаясь в перерывах между занятиями, мы используем разговорно-обиходную речь, либо по-другому разговорно-обиходно-функциональный стиль общения. Выступая на практических занятиях, мы выбираем днену языкового варианта, устные выступления. Таким образом, носители языка, используя один этнический язык в многообразных языковых ситуациях, реализуют свою языковую компетенцию в разных языковых вариантах, то есть подсистемах или субкодах разного уровня этнического языка, какими являются литературный язык, социальные и территориальные диалекты, жаргоны, функциональные стили и так далее. Кодификацией обычно подвергается не весь национальный язык, а только те и по подсистеме, которые наиболее важны в социальном и коммуникативном отношении. Такой подсистемой чаще всего оказывается литературный язык. Который в письменной форме называется кодифицированной подсистемой национального языка. Но что конкретно должно произойти, чтобы язык с уверенностью можно было называть литературным? Отбор – это выбор языка, который по тем или иным причинам выбирается в качестве стандартного. Выбор языка – дело большой политической важности. Такой вариант языка немедленно становится престижным, а вместе с тем вырастает и престиж тех, кто говорит на нем от рождения. Если говорить о кодификации, то некий институт, например, Академия наук, должен составить словари и грамматики, зафиксировать язык, чтобы все люди могли свериться с ними и определить, что правильно, а что нет, что стандартно, а что нет. Как только кодификация состоится, люди, претендующие на высокий социальный статус, вынуждены учить этот вариант, чтобы писать и говорить правильно. Развитие функций. Кодифицированный вариант должен обслужить все функции государства – управление, законодательство, бюрократию, науку, образование. Это предполагает создание и кодификацию в словарях множества новых терминов. Признание. Данный вариант может быть признан достаточным количеством населения, как стандартный, обычно как национальный язык. А еще и кературный язык делится на две функциональные разновидности – разговорные и книжные. Так как этот вариант языка тесно связан с образованием культуры, многие признания искусства создаются именно на нем. На зале ты и он мне буди, на зале я сладко достит. Утрак выжит улей на груди, ярко быть мое поклонит. Но также существуют и территориальные диалекты. Они отражают языковые расхождения периода племенного строя, эпохи феодализма, а также связаны с передвижением населения на той или иной территории. Диалекты могут лечь в основу общенационального языка, как, например, в свое время московский диалект лег в основу современного русского литературного языка. Хм... А какими свойствами обладают диалекты? Социальная функция, возрастная и отчасти гендерная ограниченность круга носителей диалекта. Ограничение сферы использования диалекта семейными или бытовыми ситуациями. Образование полу-диалектов в результате взаимодействия и взаимодействия различных оборудов связанных с этим и взаимодействием международной диалектной системой. Нивелирование своеобразия диалектной речи под воздействием литературного языка, например, через средства массовой информации или через систему образования. В системе русского национального языка выделяются три группы диалектов. Северно-русские, южно-русские и средне-русские. Они отличаются от литературного языка рядом особенностей фонетики, грамматики и лексики. На базе средне-русских диалектов сложился современный русский литературный язык. А вот как звучит, например, южно-русский диалект. А вот так северно-русский. Также существует еще и просторечие. Это разновидность русского национального языка, носителем которой является поднеобразованное и полуобразованное городское население. Это наиболее своеобразная подсистема русского языка, не имеющая прямых аналогов в других национальных языках. От территориальных диалектов просторечие отличается тем, что не локализовано в тех или иных географических рамках. А от литературного языка, включая разговорную речь, являющуюся его разновидностью, своей некодифицированностью, а нормативностью, смешанным характером используемых языковых средств. Также в быту часто встречается жаргон. Это разновидность речи, отличающаяся от общенародного языка, специфической лексикой и прадиологией, а также особым использованием словообразовательных средств. Применяется преимущественно на русском общении, какой-либо устойчивой социальной группой, например, жаргон программистов, журналистов или геймеров. Ты имеешь в виду двух игроков с ракетницами на месте твоей смерти? Да. А вот, например, молодежный сленг. Также существует такое явление, как арго. Под арго подразумевается язык деклафицированных групп общества, язык воров, бродяг, нищих. Для того, чтобы получше узнать, что это, давайте на минутку перенесемся в женскую колонию. Мечем мы с босиком на вахту. Контролер гонит жуть, такой, ааа, ксиво, где ксиво? Я такая, ну нет, ксиво, уважаемый. Он весь Майдан обшмонал, нашел отоварку на весь день, дачку, тюху, просто раздербанил все, пес. Ай, косяк запорола. Ну, матую попала в непонятку. Ну, чё, баклоранка свою, катай изнанку. Ты за метлой следи, э. Ты чё, ботная, проверишься? Ты мне под яму не катай. Я сейчас фопун прошмонаю твой. Да, русский язык действительно велик и могуч. Мы надеемся, что вам понравилось наше видео. А если нет, то надеемся, что оно хотя бы было информативным. Во всяком случае, нам очень понравилось. Что, я тут снимаю вообще-то? А ты билеты по языкознанию вообще-то распечатала? Нет, ещё. А латынь выучила? Нет. Чем ты вообще занималась?